Само слово «радоница» однокоренное со словом «радость». И вот в этом заключен смысл сегодняшнего праздника. Мы, православные христиане, празднуем победу света над тьмой, жизни над смертью. И вот эта великая радость для каждой души христианской, в том числе и душ усопших верных людей, которые живут в церкви, ибо церковь – это сообщество и ныне здравствующих, и отшедших от нас. Все мы едины во Христе. Радоница – день особого опоминовения. По церковному уставу его совершают во вторник после пасхальной недели, которую называют также Фоминой. Праздник всегда приходится на девятый день после воскресения Христова. Светлому празднику Пасхи предшествовал Великий пост, во время которого опоминовения усопших за богослужением были только на субботних и воскресных службах. Впервые же после Пасхи панихиды служат именно на Радоницу. По уставу поминовения может быть совершено в первый будничный день, когда служат полную литургию. Этот день и есть вторник Фоминой недели. Традиция сегодняшнего праздника уходит своими корнями вглубь веков. Еще в IV веке мы находим у Иоанна Златоуста упоминание о Радонице. Радонице как Христосовании с усопшими, с теми, кто близок нам, близок прежде всего Богу. Известен случай, когда в Киево-Печерской лавре инок, спустившись в пещеры, от вот этой радости, переполнявшего его сердце, воскликнул «Христос воскресе!» и на сотни ладов ему разнесся ответ от усопших уже его собратьей, насельников лавры «Воистину воскресе!» вот этот всепобеждающий клич. И вновь, и вновь, и живым, и усопшим мы обращаем вот это наше пасхальное приветствие. «Христос воскресе!» и слышим в ответ «Воистину воскресе!» Слышим несомненно, почему? Потому что мы не сомневаемся, что наши усопшие живы, что они также ликуют в эти сугубые праздничные дни, переживая победу в жизни над смертью, переживая ожидание своего воскресения. Праздник Пасхи продолжается 40 дней и отражает веру христиан в воскресенье из мертвых. Все службы на Радоницу начинают с восхваления жизни, богослужения проводят по особому пасхальному чину. Поминовение усопших – это неотъемлемая часть церковной жизни. Через свою крестную смерть и воскресенье Христос подарил человеку вечную жизнь и возможность спасения. Самое важное – молитва. Ничто не сравнится с молитвой. Молитва, как дыхание души. Молитва, как цель жизни христианской. И наше усопшее особо нуждается в этом невидимом духовном питании. Известен такой случай, который описывает преподобный Иоанн Дамаскин. У одного подвижника был нерадивый ученик. И подвижник глубоко переживал о безвременной его кончине, без покаяния. Он начал усердно молиться. И в видении через какое-то время этот духоносный старец увидел своего ученика, стоящего в огне по шею. Он усилил свой молитвенный подвиг о его страждущей душе. И через какое-то время было явлено ему свыше, что его ученик стоит уже объятый огнем по пояс. Еще через время усиленной сугубой молитвы этот подвижник сподобился видения своего ученика, полностью освобожденным от гиенского пламени. Возрадовался душой и воспел хвалу всепрощающему Богу. Пусть будет действительно назиданием в эти сугубые дни поминовения усопших. Пусть одновременно и радость, и надежда на избавление от всякого зла, от всякого греха, всякой скорби присутствуют в наших молитвах, утешая и освобождая усопших от греховного бремени. По традиции, после литургии панихиды верующие идут на кладбище к могилам своих родных и близких. Кладбище – это не только место упокоения усопших, но и место их воскресения. И вот как раз-таки в День Радоницы мы поклоняемся на могилах месту не скорби, а месту радости, где, по слову пророка Исаии, кости облекутся кожей, и Господь вновь вдохнет в них дыхание жизни. И мертвые воскреснут, как воскрес Христос. Прискорбно видеть, что в этот день, к сожалению, кладбище превращается в аллеи парка. Мы забываем о том, что самое главное, самый красивый венок, самый благоухающий, дивный букет – это лития о упокоении, это молитва слов в руках родных и близких, это глава Евангелия, прочитанная над могильным крестом, как символ надежды, символ надежды на воскресение, символ надежды на долгожданную, радостную встречу во Христе нас всех и живущих, и ныне усопших верных чад Церкви Божьей. Пасха – праздник победы над смертью, утверждение вечной жизни, помнить тех, чей земной путь закончился, важно для каждого верующего человека, ведь в церковном понимании жизнь душевечна, конечен только земной путь. Помянуть – это значит помолиться, подумать и прочувствовать, что душа его жива и у нас всех есть надежда на встречу с нашими усопшими, родными и близкими. Субтитры создавал DimaTorzok